Продавщица ювелирного магазина вынесла все драгоценности с места работы и сбежала. Только сейчас, когда Ольга Зыкова пропала, стало понятно, что все это была тщательно спланированная операция. В квартире, где она была якобы временно зарегистрирована, ее никогда и не бывало. Сама она по паспорту, который показывала при устройстве на работу, уроженка деревеньки в Оренбургской области. И за пару месяцев работы в Нижегородском ювелирном магазине она освоилась и провернула кражу. Дождалась, когда все уйдут, и совершенно спокойно, не стесняясь камер видеонаблюдения, все украшения стала складывать в свои сумки. Наша бывшая, так скажем, уже сотрудница, Зыкова Ольга, после закрытия вернулась в отдел, открыла его своим ключом, мы так поняли, и собрала все золотые ювелирные украшения на 10 с лишним миллионов рублей. Когда собрала, оделась, смотрела в зеркало, прихорошилась, да, закрыла отдел и скрылась в неизвестном направлении. Сегодня пришли уже мы на работу, в сейфах пусто, ничего нет. Днем золотые украшения лежат на витрине, вечером мы собираем их все в сейфы. Она ушла вместе со своей сменщицей, а потом через какое-то время она вернулась. А ключи у каждого продавца с собой есть в комплекте, да? Ну, вообще, у одного продавца. Откуда у нее ключи, мы понятия не имеем. Она знала, что ключ находится у вас? То, что мой ключ у меня всегда, конечно. А каким образом у нее ключ мог оказаться? Абонент не отвечает. По месту прописки ее сказали нету. Здрасте, не подскажете, ищем Зыкову Ольгу в квартиру снимал. Абонент не имею. Зыкова Ольга. Мы приходили сегодня. Я понял. Но это они не здесь живут. В полиции приходили. И никакой Ольги Зыковой здесь не было, да? Даже ее не знаю. Но она давно работает у вас? Два с половиной месяца. Далека никаких на нее не было ни жалоб. Нормальный работник. Честно, не знаю, что ее могло подтолкнуть. Украшение на 10 миллионов. Каким образом она сможет их реализовать? С этим уже нужно что-то делать. Нельзя же этим всем обложиться и чахнуть над золотом. Как Кощей, если только действительно, да, будет где-то сидеть и чахнуть над ним. Кстати, фото похитительницы есть. Но вот ее паспортные данные могут оказаться поддельными, как оказалась поддельная ее регистрация в Нижнем Новгороде. Полиция ведет розыск. Пока охотница за сокровищами не задержана. Если у вас есть какая-то информация, которая может помочь следствию, то обращайтесь в полицию.